детища Баркера, которым тот невероятно гордился. Для 12 сезона геймдиректор придумал кучу нововведений, и теперь вся команда в авральном порядке работала на тем, чтобы успеть все к старту. А Миллеру еще нужно было продумать новую схему поставок в оранжевую зону. С лимбом было проще. Посылки со стимами маскировались под доставку воды и продуктов, и сбрасывались в зоне влияния скульптора. Другие юниты в этих местах и нос высунуть боялись. Потому люди скульптора спокойно подбирали комплекты и доставляли их на базу, все в рамках сценария. С пределом сложнее. Кланам подачек не бросали, их бойцы добывали все необходимое самостоятельно, за живые кредиты. На складе, комплектующем доставку для гуманитарщиков, у Стива был свой человек, который за некоторое количество кредитов добавлял к посылке то, что просил Стив. А вот на складе магазина такого человека только предстояло найти. Проблема в том, что объяснять это людям, на которых работал Баркер, бесполезно. Их интересовали только деньги, которые Стив выводил на анонимный криптовалютный кошелек, оставляя себе определенный процент. Процент немалый, прямо скажем, даже для топ-менеджера корпорации. Но сейчас Миллер обеспокоил отнюдь не перерыв в поступлениях на собственный счет. Гораздо больше его нервировали сообщения в защищенном мессенджере, в которых серьезный человек, сидящий за много световых лет отсюда, интересовался, почему в назначенный срок не пришел новый перевод. И ему было плевать на убитого скульптора сложности с отправкой новой партии в предел и проклятого 3-3-2-8-6, своим вмешательством уничтожившего отлаженную, бесперебойно функционировавшую месяцами схему. В общем, всю ночь Миллер ворочался, крутя в голове варианты и просматривая на планшете досье сотрудников полингона. Досье ему слила гребанная извращенка из HR-одела. И с него еще предстояло это отработать. Если до того, как Миллер поближе познакомился с черноволосой Каролайн, он о подобной перспективе мог только мечтать, то после того, как впервые оказался в ее постели, его мнение несколько изменилось. Глядя на утонченную, изященную красотку, нельзя было даже предположить, что ее сексуальные предпочтения, скажем так, весьма специфичны. Однако старший менеджер HR-одела была ему нужна, и потому приходилось терпеть, каждый раз нагружаясь вискарем по самую макушку и полируя алкоголь ненавистным ТГК Ультра. Достойную кандидатуру он в итоге, кажется, нашел, однако на сон времени совсем не осталось. Ругаясь, на чем свет стоит, Стив сходил в душ, залился энергетиками и отправился в офис. Сидя перед монитором, он изо всех сил пытался вникнуть в документ, пересланный сотрудникам для одобрения, когда планшет легонько завибрировал и принялся подмигивать белым светодиодом, сигнализирующим о входящем вызове. Взглянув на экран, Миллер обнаружил, что абонент неопределен и, вырыгавшись, двинулся в ближайшую свободную переговорку. Программа телефоней не определяла звонящего только в одном случае, если вызов шел с рапсодией, а это означало, что отвечать на звонок нужно, лишь убедившись, что рядом нет чужих ушей. Заперев за собой дверь, он сел в кресло и уже привычно запустил программу-шифровальщик, выводящий на экран собеседника искусственно сгенерированный аватар и меняющий голос. Только после этого он ответил на вызов. На экране появился слай. Судя по обстановке на фоне, глава могильных воронов находился в командном пункте своего форта. А значит, груз Астимов, изъятый со склада скульптора, уже переправлен в оранжевую зону. «Я выполнил условия», – нездоровый заговорил слай. «Алтай мертв, когда будет поставка?» Миллер почувствовал, как медленно спадает накопившееся за эту ночь напряжение. Хоть одна хорошая новость. Проклятый выскочек, гребаный чемпион Баркера, наконец-то сдох. Кажется, это лучшая новость за последние несколько дней. Как пригорит у Тома. Это определенно стоит отметить. Выигранный в споре тысячу кредитов Миллер потребует у Баркера в бумажном эквиваленте, скрутит купюру в трубку и с наслаждением вдохнет через неё дорожку другую старого доброго кокса с плоского живота Кэролайн. А потом устроит этой суке такую взбучку, что она неделю ходить не сможет. Да, всё-таки день сегодня не такой уж и плохой, как выяснилось. Покажи мне его голову. Кажется, даже голос от возбуждения сел. Хорошо, что программа сглаживает интонации. С этим есть небольшая проблема. Слай замелся и отвёл глаза от камеры. Что, вы его так уделали, что и опознать невозможно? Тогда тебе придётся отправить мне его ДНК для анализа. Миллер напрягся. Не вздумай решить, что меня можно обуть, подсунув в обугленный труп какого-нибудь бродяги вместо 3-3-2-8-6. «Я не собираюсь никого обманывать», — хмуро пробурчал Слай. «До тела не добраться. Ублюдка завалила в заброшенной шахте на окраине предела. Мои люди при этом погибли, весь отряд. А их тела, в свою очередь, сожрали грёбаные морфы. Твои требования стоили мне десяти отличных бойцов». «Не таких уж и отличных, как выяснилось». Настроение у Миллера снова начало портиться. «Если твои бойцы не смогли справиться с одним придурком, грошем цена. Я обеспечил все условия, дал координаты, поделал данные о ксеноактивности и даже матч твою связь в секторе вырубил, а ты всё равно просрал задание. Знаешь, я вот думаю, может, не так уж ты и подходишь для того...» «Придурков было пять». Идва сдерживаясь, перебил Миллера Слай. «А мои парни сделали всё, что могли. Пожертвовали жизнью, чтобы угробить этого урода. Вот доказательство». Слай отодвинулся в сторону, и Миллер увидел большую видеопанель за его спиной. На панели запустился видеоролик. Брачный Стив в несколько десятков секунд смотрел на сцену побоище, разыгравшегося в заброшенной промзоне, глазами одному из боевиков Слая. Сцена закончилась кадром, на котором снаряд реактивного гранатомёта обрушивает свод Штольни, в который скрылся 3-3-2-8-6 в компании ещё двух юнитов. И Миллер, вырыгавшись, едва не разбил планшет о стол. «Слушай ты», наклонившись вперёд, прошипел Стив. «Ты что, действительно считаешь, что мне можно впарить такое говно? Где доказательство, что эта тварь сдохла? Где я тебя спрашиваю?» Вот сейчас он жалел, что шифровальщик не донесёт до собеседника эмоции. «Ты мне показал гребанное кино, в котором я не увидел, как этому уроду отрезает голову. Где гарантия, что эта мразь не выберется из этой дырки через какую-нибудь другую нору? Ты можешь мне такое гарантировать?» «Могу», мрачно ответил Слай. «Через несколько часов в этом районе произошёл подземный взрыв. Часть местности ухнула в пустоту. Шахта полностью уничтожена и завалена десятками тысяч тонн земли и камня. Там никто не мог выжить, абсолютно». «А до тебя не доходит, что этот взрыв он сам и устроил, прорываясь на поверхность?» Миллер вдруг успокоился, окончательно осознав, что в ближайшем будущем не будет ни торжества над Баркером, ни кокса с тела Каролайн, ни хрена. «Нет, так не пойдёт. Ты предоставишь мне его тело, и только тогда получишь награду. Ты понял меня?» «Понял». Угрюмо кивнул Слай. «Хорошо, что понял». Миллер лихорадочно размышлял. С одной стороны, крючок для Слая был хорош. Нет тела, нет поставки. Только вот с другой... С другой стороны были сообщения в защищённом канале, и тому, кто их отправлял, было плевать на личные заморочки Миллера. Если продолжить оттягивать поставку, снова придётся дёргать деньги с личного счёта. А их там на текущий момент было не так уж и много. «Кажется, пора менять условия сделки», — Миллер решился. «Ладно, давай так. Я отправляю тебе новую партию. Но до того момента, пока я не увижу отрезанную голову 3-3-2-8-6, ты переводишь мне полную стоимость товара. Справишься? Получишь свои проценты и премию. Не справишься? Рэпсодия большая. Я могу найти кого-нибудь другого. Того, кто будет расторопнее». Слай смотрел на Миллера мрачным взглядом. Его явно не устраивали условия. Но других не будет. Скривившись, глава могильных воронов кивнул. «Договорились». «Вот и хорошо. Теперь давай к делу. Товар у меня. Но есть сложности с поставкой. Для решения проблемы мне понадобится ещё несколько дней». «А в чём сложность?» Слай непонимающе посмотрел на менеджера. «По той же схеме. База скульптора теперь под моими людьми. Когда ставить товар в предел, уже моя головная боль». Миллер едва удержался, чтоб с размаху не садануть себя ладонью по лбу. «Твою мать! Да что за дерьмо с ним творится? Как он об этом не подумал? Ведь это же элементарно. В прошлый раз, когда он говорил со Слаем, тот как раз в кабинете скульптора сидел. «Нет, надо, пожалуй, завязывать с бессонными ночами. Это до добра не доведёт. Боже, сколько же времени он бездарно просрал». Вырыгавшись сквозь зубы, Миллер потянулся к холодильнику, достал из него банку энергетика и приложил её к затылку. Холодный металл приятно холодил кожу, и мерзкая пульсирующая боль, рвущая голову с самого утра, сразу стала слабее. Выдохнув, он медленно проговорил. «Хорошо. Жди поставку в ближайшие дни. Время сообщу отдельно, дополнительно». Киборг кивнул. «И достань мне этого урода, живым или мёртвым». Миллер прервал связь и, тяжело отдуваясь, откинулся на спинку кресла. «Дерьмо! Одного грёбаного придурка достать не смогли. Да, есть, конечно, вариант, что он и сам виноват, ставя такие условия. Но он всерьёз рассчитывал на то, что морфы справятся с ублюдком сами». Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова